Пришло время показать мою коллекцию часов на 2024 год. Что-то из нее уже ушло, что-то я подарил, а что-то останется в ней навсегда. В этом ролике я не только покажу свою коллекцию часов, но также расскажу, как вы можете собрать свою идеальную коллекцию часов, а также расскажу свои правила, которые я придерживаюсь при покупке часов. Это видео в честь 20 тысяч подписчиков на моем канале L-Watches, поэтому я очень искренне вам благодарен, и в честь этого мы также устраиваем дополнительный розыгрыш двух классных кожаных часовых кейсов. Спасибо вам огромное, что вы являетесь частью L-Watches, я вам очень благодарен. Обязательно подписывайтесь на этот канал, чтобы участвовать в розыгрыше. Меня зовут Дмитрий Ким, это канал L-Watches. Давайте начнем. Чтобы участвовать в конкурсе и выиграть один из часовых кейсов, вам нужно пройти в Telegram-канал, условия будут там. Также про условия подробнее я расскажу в конце этого видео. И если вы хотите купить такие кейсы, либо вот такие кейсы для часов, полностью из кожи с итальянской алькантарой, заходите на сайт L-Watches.com. Но давайте начнем с самого главного. Моя коллекция часов и как вам собрать идеальную коллекцию. И первые часы, когда вы только начинаете свою коллекцию, лучше всего брать повседневные часы. То есть часы, которые будут универсальны и подойдут на любой случай жизни. Они подойдут как под рубашку-пиджак, так и под шорты, футболку, и вообще под любую одежду в целом. Они должны быть надежны, иметь хорошую водозащиту. И в моем случае такими универсальными часами были Seiko 5 SNKL. Это очень красивая модель на браслете, которую также можно носить и на кожаном мешке, а с белым ярким циферблатом, который стоит очень дешево, всего лишь там 160 долларов примерно, и который идеально подходит под любой вид. Однако эти часы я подарил своему лучшему другу, я безумно рад, что он их ценит и носит. И я увидел, что они ему будут приносить больше радости, чем мне. Поэтому эти часы ушли из моей коллекции, а так это классные повседневные часы и идеально подходят как свои первые часы. Но в моей коллекции такие повседневные универсальные часы, это вот такие доступные часы Seagull, которые тоже стоят около 150 долларов. Мне очень нравится эта модель. Я на самом деле не очень люблю китайские часы, однако они занимают место в моей коллекции, потому что они очень близки к моему сердцу. Это были первые часы, которые отправили мне на обзор на этот канал, и именно с этих часов начался этот канал, на котором сегодня уже 20 тысяч подписчиков. Они очень универсальны. В данном случае я ношу их на резиновом, каучуковом, черном ремешке, и с ним они смотрятся идеально. Но также я могу поставить любой ремешок. Например, у меня есть как браслет для него. Также я очень люблю носить его на других кожаных ремешках. Ну а мой любимый браслет, который я ношу с этими часами, наверное, является такой синий браслет, который в таком более, я бы сказал, повседневном джинсовом стиле. Еще раз, это механические часы. Они скромные, они универсальны. У них черный циферблат, подходит под любой образ, под любую одежду, как первые часы, как универсальные часы. Это отличный вариант. После того, как вы купили себе повседневные часы, вторые часы, которые я рекомендую вам просмотреть, это часы, которые будут более надежными, у которых будет хорошая водозащита, чтобы вы могли ходить с ними на пляж, купаться в воде, заниматься дайвингом. И которые также классно смотрелись бы в повседневной жизни. Это, конечно же, дайверские часы. И в моей коллекции дайверские часы, это именно Christopher Ward Trident Pro. Я покупал их в 2018 году. Буквально вчера я забрал его с репассажа. Первый мой их репассаж, я их обновил спустя 5 лет. И выглядят они, конечно же, потрясающе. Это мои главные дайверские часы. Я их купил в свое время за 40 тысяч рублей. И сегодня за такую цену вы, в принципе, я думаю, их не найдете. Механизм SELITA. Очень качественный и тяжелый стальной браслет. Часы сделаны в двух полировках. Объемный циферблат с интересными волнами на заднем фоне. Функция даты и необычная секундная стрелка в виде вот такого трезубца. Это суперкрасивые и надежные часы. Я их очень люблю. Лучше всего их носить на оригинальном браслете. С ним он смотрится лучше всего. Вот защита целых 600 метров, в то время как большинство делают 200 или 300 метров. Единственный минус этих часов, что он сделан в зеркальной полировке некоторых звенья. И он царапается. За 5 лет он уже очень сильно и старапался. Однако новые модели Christopher Ward Trident не сделаны уже в матовой полировке, что большой плюс. Эти часы в размере 38 миллиметров. И довольно сложно найти хорошие дайверы в таком размере. Но в моей коллекции они занимают неотъемлемую часть моей коллекции. И вряд ли я когда-нибудь в жизни захочу их продать. Третьи часы вашей коллекции лучше взять Dresswatch. Потому что у вас есть повседневные часы. Но если вы хотите одевать костюм, если у вас офисная работа, то вам рекомендуется взять, конечно же, Dresswatch. То есть классические часы. Мои первые классические часы, которые я купил, это были винтажные Omega Seamaster, которые сделаны в таком позолоченном корпусе. И которые выглядят просто потрясающе в старом винтажном стиле. У них небольшой кейс, примерно 35 или 34, если не ошибаюсь, миллиметра. На руке они выглядят просто потрясающе. И я обожаю часы в первую очередь за то, что у него такой объемный красивый циферблат. У него добавленные часовые отметки, которые на свету просто постоянно переливаются. И циферблат выглядит очень играюще. Я покупал в 2017 году примерно. И сзади у него также присутствует гравировка от Omega. Крышка сохранена в хорошем состоянии. В большинстве случаев я нарушу его на этом красном ремешке, таким темно-коричневым. Мне он очень нравится и очень подходит под большинство образов. И делает их более винтажными. Так они выглядят еще более классическими. Но иногда я могу также поставить его на кожаный черный ремешок. И тогда он выглядит более в стиле Patek Philippe. Сдержанным, минималистичным, где нет абсолютно ничего лишнего. И когда я одеваю костюм на моей руке, эти часы выглядят лучше всего. И вот в вашей коллекции уже есть повседневные часы, дайверские часы и классические часы. Но знаете, чего не хватает? Не хватает часов, которые можно взять в любой момент, если вы, например, торопитесь. Если вам нужно заходить в магазин, если вам нужно быстро куда-то убежать, все данные часы являются механическими. Поэтому вам не хватает кварцевых часов, которые будут работать всегда и везде. Мои кварцевые часы выполняют несколько функций. Первое, это кварцевые часы, которые всегда работают. Второе, это Bitter Watch. То есть, если я буду их стукать об что-то, им ничего не страшно, ничего не бояться. Третье, это также электронные часы, потому что сзади на циферблате есть также цифры, которые включаются и считают секунды, что тоже очень эффектно и красиво. Также это мои часы в стиле двухтысячных. Тогда они были очень популярны. И у них есть такая эстетика. Эстетика, когда люди любили смотреть фильм «Матрицу», когда они любили что-то такое футуристичное, и в них есть такой отклик. Эти часы дольше всего находятся в моей коллекции, и я люблю их за то, что они столько пережили со мной. Я носил их в школе в восьмом классе, и я очень много пережил в этих часах. Тоже вряд ли когда-нибудь я избавлюсь с этих часов. Они навсегда в моей коллекции. У них здесь интегрированный браслет, который прям создан для этих часов. Но что прикольно, что у него здесь такая матовая полировка, которую я царапал очень и очень много, но в принципе они выглядят достойно, и нету такого чувства, что их срочно нужно отполировать. Они выглядят все равно хорошо. И это мои биттер-вотч на кварцевом механизме. Тогда у меня, в принципе, подстрахован. Есть и повседневные, и дайверские, и классические, и электронные часы, это уже отличная коллекция из четырех часов. Но далее, когда вы начинаете коллекционировать, вы понимаете, да, у меня есть доступные часы, самые дорогие часы в этой коллекции стоят 40 тысяч рублей. Пора уже присмотреть что-то серьезное, когда вы достигаете какого-то успеха. Я лично свои первые люксовые часы, по-настоящему Entry Level Luxury, я выбирал более двух лет. Очень долго и очень тщательно искал, и выбирал эту модель. И мои первые люксовые часы, это, конечно же, мои любимые часы. Фредерик Констант Slimline Moonface. Два года я искал их, два года я мечтал о них, и вот, когда я их наконец-то купил, я был просто счастлив, и это мои единственные часы с мануфактурным калибром от Фредерик Констант. Первые часы с мануфактурным механизмом, который полностью был собран в Швейцарии на их заводе. Они действительно выглядят очень элегантно, у них нет секундной стрелки, ничего лишнего на циферблате, и есть две дополнительные функции, это дата и фаза луны. Он пришел на красивом кожаном, дороговом таком мебельске, у него красивая золотая бакля, прозрачный задний кейсбэк, и в котором видно этот самый красивый механизм. Белый циферблат, и мне нравится носить его на оригинальном ремешке, однако также мне очень нравится ставить его на синий кожаный ремешок, который идеально подходит к лунному календарю на этом циферблате. Синий ремешок, позолоченные часы, идеально подходит к синему костюму, и это мои главные люксовые часы, которые я ношу на самые главные свои мероприятия, и вот наши первые люксовые часы в коллекции. И когда вы начинаете такую коллекцию, у вас уже есть 5 классных часов, в принципе можно остановиться, но остановиться, конечно же, невозможно. И следующая модель, которую я очень хотел, я хотел ее сразу, когда я начал коллекционировать часы, это пилотские часы в мою коллекцию. Долгое время я мечтал об IWC, они стоят примерно, ну по-разному стоят, но можно сказать, что около 5000 долларов. Недавно в Дубае я ездил, и я мерил эти часы, и понял, что да, в них что-то есть классное, я бы мечтал о таких часах, но все же в то время, когда у меня не было настолько больших денег, в 2019 году я присмотрел для себя часы Архимед, которые также сделаны в пилотском стиле, и которые для меня лично не сильно уступают IWC, потому что у них качественный стальной кейс, который они сделали на своем заводе в Германии. У них истинный дизайн пилотских часов, Type A, классный кожаный ремешок, который идеально подходит к этим часам, и они смотрятся очень занято. То есть у них много всего, и зачем нужны пилоты в вашей коллекции? Во-первых, они идеально подходят под кожаную куртку, во-вторых, они смотрятся очень грубо, я бы сказал, по-мужски, когда у меня есть такой повседневный стиль одежды, когда мне хочется одеть что-то более грубое, я одеваю эти часы и чувствую себя в них просто шикарно. За 700 долларов они также ставят механизм селиту, что тоже очень здорово. И все в этих часах сделано довольно качественно, и мне это очень нравится. У него большая коронка, и больше всего, конечно же, я люблю его за этот внешний вид. Чаще всего я ношу его с оригинальным ремешком, потому что с ним он смотрится лучше всего, однако не так давно я открыл для себя, что если поставить его на ярко-коричневый ремешок, это тоже идеально к нему подходит, и мне очень нравится такой образ, особенно со своей кофтой, выглядит это прям супер. И как вы уже поняли, я очень часто меняю ремешки, и тогда мои часы становятся, обретают другую жизнь, я бы сказал. И да, я забыл совсем сказать, что у меня есть определенные правила, по которым я покупаю часы, и давайте перейдем к этим правилам. Первое, покупать только то, что ты по-настоящему любишь, покупать часы только для себя, и никогда не для кого другого. Второе, выбирать часы минимум полгода, потому что если вы выбираете часы быстрее, есть риск сделать поспешный вывод, сделать поспешное решение, и заказать часы там за границей, они будут слишком большие, слишком маленькие, либо что-то вам в них понравится, либо вы можете найти что-то получше. Поэтому если вы полгода хотите именно эти часы, то вы точно в них не разочаруетесь. И третье, самое важное правило, один бренд, одни часы. Мне очень нравится это правило, потому что вам нужно очень хорошо подумать, прежде чем купить часы от этого бренда, вы смотрите самую лучшую модель, которая есть у этого бренда. И также это хорошо, потому что, когда вы покупаете похожие часы, например, Omega Railmaster и Omega Seamaster, у вас будет похожее чувство, когда вы носите эти часы, похожее качество этих часов. И это то же самое, что путешествовать по одной стране в разных городах. Да, это круто, это интересно, можно раскрывать страны по-разному, но намного круче и интереснее раскрывать разные страны. Поэтому один бренд, одни часы. И вот у нас есть повседневные тайверы классические, кварцевые, люксовые, пилотские. Что можно купить дальше? Дальше можно рассмотреть для себя хронографы. В целом, функция хронографа это довольно сложная функция, и когда вы покупаете механические хронографы, они стоят там в среднем от 1000-1500 и выше, потому что механизм для этих часов намного сложнее, чем простые часы. Но в моем случае я купил себе хронограф, который работает на кварце, который тоже меня, в принципе, устраивает. Это Dan Henry, микро-бренд, который выглядит очень дорого, но стоит довольно-таки дешево. 250-270 долларов они стоили на момент, когда я их покупал, и выглядят они достойно. Классный Bit of Rice bracelet. Это у нас Meka Quartz, то есть это кварцевый механизм, который работает как механические часы, и стрелкой бегает тоже как механические часы. Специально я выбирал модель, в которой нет даты, чтобы циферблат смотрелся максимально гармонично. Минус этих часов, что здесь минеральное стекло, и когда оно царапается, с ним ничего нельзя сделать, только заменить. А оригинальное стекло уже сложно найти, поэтому в этом заключается минус. Я стекло свое заменил, и они уже не выглядят так, как оригинальные часы. Это тоже стоит иметь в виду, когда вы покупаете часы такого стиля, такого типа. И если вы считаете, что функция хронографа никто не пользуется, то когда вы покупаете себе часы хронографа, вы начинаете замерять, засекать все, что может быть. Сколько варятся ваши пельмени, сколько один человек стоит там, сколько такси доезжает до вашего дома. Все начинаете измерять, поэтому функция хронографа это тоже один из способов наслаждаться вашими часами. И когда в вашей коллекции есть более 7 часов, то уже наступает самое время, чтобы задуматься о том, чтобы поискать и посмотреть и попробовать винтажные часы. Да, в моей коллекции уже есть винтажные часы, давайте не будем обращать внимания на это. Но я очень давно хотел себе часы, которые были бы... Первое, имели бы прямоугольную форму, второе, были бы винтажными часами. Конечно же, я хотел бы больше всего самые главные прямоугольные часы, но об этом вы сами знаете какие. Когда-нибудь надеюсь, что я их куплю. Но пока я присмотрел для себя классные американские часы Булова Максим 1950 года. У них даже виден механизм, можно открыть его посмотреть, насколько он интересно и винтажно смотрится. На руке они также выглядят очень классно. Я ношу их с черным кожаным ремешком, и они выглядят как такие скромные классические часы. И привлекают много внимания, потому что люди думают, что это женские часы. Но мне наоборот это даже нравится, потому что с костюмом они смотрятся классно. Как вы поняли, я очень люблю костюмы. Я в своей работе очень часто их одевал, поэтому половина моих часов подходит именно под костюм. Здесь у нас кейс, который выглядит под золото. Очень маленькая секундная стрелка. Также люблю носить я часы с коричневым ремешком. Тоже заставляет мне большое удовольствие. Выглядит абсолютно по-другому. Самый главный минус в том, что если часы сломаются, довольно сложно найти какие-то детали для них. Но оно того стоит. И иметь часы винтажного стиля, которые имеют столько истории. Такие же часы носил самый главный мафиозник в Штатах. Я рассказывал эту историю в своих предыдущих видео. Эти часы также рекламировались для студентов 50-60-х годов, для выпускников университета. Я также, когда закончил универ, купил эти часы, что тоже является красивой историей в моей коллекции. У нас осталось еще два места для нашей коллекции. И здесь мы уже начинаем задумываться от разных других функций. У нас есть функции дата, есть функция мунного календаря, есть функция хронографа. И я всегда хотел для себя функцию либо GMT, либо функцию мирового времени для путешествий. Потому что бывает иногда, когда едешь в другой город, хочется сидеть за двумя часовыми поясами, как для своим домом, так и за часовым поясом в стороне, в которой вы находитесь. И лучшими часами GMT, которые я мог найти, были вот эти часы Man Blanc. Man Blanc является одной из моих любимых марок часов. Это часы Man Blanc Heritage GMT. Они имеют, относительно для моей коллекции, большой кейс в 40 мм, но, в принципе, достойно смотрится на моей руке. В них есть очень много информации, есть и люм, и функция стрелка GMT, которая может прыгать. И цифры, и часовые метки, и минутные отметки, и часовые отметки, и отметки GMT. И все это помещается в очень скромном цифровладе, который тоже выглядит, кстати, как классические часы, которые тоже можно одевать под костюм. Но также, не поймите неправильно, это отличные повседневные часы. Я люблю их носить на оригинальном браслете, но также мой второй браслет, который мне очень нравится, это, наверное, кожаный ремешок синего цвета, который идеально подходит под эти часы. Также эти часы я люблю за его задний кейсбэк, на котором прям очень красивая, яркая гравировка, на котором нарисован завод Mon Blanc, на котором собрали эти часы, и гравировка выглядит просто потрясающе. Коронка с логотипом Mon Blanc сделаны они в зеркальной полировке и добавляют блеска и шика для моих часов. Это еще одни часы в стиле Entry Level Luxury. Коллекция становится все более больной и полуоценной, у меня, в принципе, есть абсолютно все, но одних часов здесь явно не хватает. Попробуйте догадаться, каких. Это часы, которые я говорю, что должны быть у каждого коллекционера. И это, конечно же, часы G-Shock. Не важно, сколько у вас часов в коллекции, не важно, какие часы вы коллекционируете, G-Shock должны быть у каждого коллекционера, потому что это настолько универсальные и классные часы. В чем их преимущество? Первое, они неубиваемые, вы можете их бросать сколько угодно. Второе, они имеют электронный механизм, то есть это электронные часы вашей коллекции. Третье, они имеют подсветку, у них есть секундный мер, у них есть таймер, у них есть дата, у них есть месяц, они знают какой год. Это часы, которые не нужно заряжать, это часы, которые можно просто взять и носить со своей повседневной одеждой. Они, конечно, подойдут только под повседневную одежду, никогда их нельзя одевать под костюм, ни в коем случае, но в целом это классная модель, и я очень искал для себя модель в зеленом цвете, потому что мне нравится такой яркий цвет, и тоже занимает неотъемлемое место в моей коллекции. Вряд ли я когда-нибудь смог бы найти для себя G-Shock лучше, чем этот. Мне нравится именно GA5600, потому что он идеально подходит для маленьких рук, у меня небольшая кисть, поэтому такие часы смотрятся классно на маленьких руках, и это мой главный G-Shock в моей коллекции. Таким образом, мы закрыли почти все главные аспекты. Повседневные часы, дайверы, винтажные классические часы, повседневные кварцевые часы, люксовые часы, пилотские часы, хронографы, прямоугольные классические винтажные часы, функция GMT и G-Shock, неубиваемые битер-часы. У меня часы из Китая, из Швейцарии, из Германии, из Америки, и большинство из этих часов я могу носить с разными ремешками, что я постоянно и делаю. Если посмотреть на мой коллекцию, наверное, мне не хватает нескольких вещей. Мне не хватает разных цветов, действительно, потому что у меня в основном все черное и белое, у меня нету еще синего циферблада, нету зеленого циферблада. Именно этим я займусь, наверное, дальше, если буду коллекционировать часы очень долго. Еще у меня нету часов в стиле Royal Oak, а я их бы очень хотел бы. Но свою коллекцию я очень люблю, я подбирал ее с большим вниманием, с большим умом. Мне потребовалось много времени, чтобы собрать такую коллекцию, и мне она очень даже нравится. После коллекции еще раз напоминаем, что у нас идет розыгрыш двухчасовых классных кожаных кейсов. Для этого вам нужно пройти в телеграм-канал, подписаться на канал и нажать на кнопку «Участвовать», и вы уже участвуете в конкурсе. И после 15 дней, после выхода этого видео, мы объявим победителей, двух победителей, и отправим их вам. Я еще раз хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы являетесь частью Лоджи. Для меня это большая честь заниматься тем, что мне нравится. Рассказываю вам про часы и делать эти ролики, для меня это большое наслаждение. Спасибо вам за то, что вы подписываетесь, продолжаете смотреть. У нас 20 тысяч, и мы только начинаем. И как обычно, всем мира!